То есть, смотрите, я сейчас буду рассказывать медленно, я сейчас буду рассказывать... Чтобы вам было понятно. Да, чтобы акцентировать внимание на всех возможностях. Понятно, что в повседневной жизни диспетчер использует не сразу все эти возможности, которые я сейчас покажу, просто мы такой сценарий придумали, чтобы максимум всего показать. Итак, вот пришел вызов. Человек, оператор 112, принимает этот вызов и сразу же видит следующее. Сразу же он видит номер телефона позвонившего абонента, да? И сразу же он видит место, откуда абонент звонит. Это то, что предоставляется операторам сотовой связи. Либо операторам стационарной связи, если человек звонит со стационарной связи. Оператор спрашивает, что у вас случилось. Мы говорим, у нас случился пожар, например, на ТЭЦ. Вот человек говорит, я стою на другом берегу водохранилища, да? И вижу, что с другой стороны ТЭЦ горит, там что-то такое происходит. Оператор спрашивает, да, должен уточнить, какой адрес. Но человек не знает, какой там адрес, потому что он стоит на другой стороне реки. И что там за адрес, он знает, не знает. Он говорит, ну вот на другой стороне. Есть в системе возможность, соответственно, забивать псевдонимы для некоторых объектов. Мы можем поискать по слову ТЭЦ. Поищем по слову ТЭЦ. И находим, что действительно у нас есть такой вот псевдоним. Вот мы его нашли. Вот, выделился этот объект. Вот оператор решил проверить, например, действительно ли это сообщение не ложное. Или, например, уточнить масштаб пожара. И он видит, что здесь есть видеокамера, в сектор обзора которой попадает эта самая ТЭЦ. Он может открыть это. Ой, прошу прощения. Он может открыть это и посмотреть камеру. Ну мы сейчас подключили камеру местную, да? Вот, он может открыть, посмотреть, что же там происходит. Вот, он увидел, что да, действительно, это пожар. Да, действительно, ТЭЦ сгорит и необходимо, значит, рассылать бригады. Он выбирает, собственно говоря, вид происшествия.